Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан, которое случилось 11 ноября 2024 года, пожалуй, было наиболее ожидаемым из совещаний, которые мы наблюдаем за все время их трансляции. И все дело в том, что события прошлой недели, вот эта вся сумбурная история с якобы отставкой Хабирова, его награждением в Кремле и прочее, 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 вся эта история, конечно, взбудоражила не на шутку население Республики и очень многие до конца не верили в мифологичность вот этой отставки до тех пор, пока не увидели воочию Хабирова председательствующим на этом совещании, что само по себе подтверждало наличие Радио Фаритовича во власти в Республике Башкортостан. Ну уж так вот получается у нас, что население настолько надеялось на то, что Хабиров покидает нас на минувшей неделе, что вот прям не могли удержаться от того, чтобы все-таки не поверить в это все. Ну, тем не менее, факт есть факт, совещание случилось, Хабиров председательствовал и вообще президиум был в полном составе, и Назаров, и Хабиров, и Толкачев в наличии. В общем, они всеми силами демонстрировали стабильность и устойчивость конструкции власти в Республике, дескать, ничего не случилось, подумаешь, орден дали. Кстати говоря, про орден Хабиров не обмолвился ни словом, скромно промолчал. Началось оперативное совещание с кадровых перестановок, о которых и я, и многие другие говорили заранее. Речь идет об уходе со своего поста руководителя администрации президента, уже не президента, а главы Республики Башкортостан ради Хабирова Максима Забелина. И Максим Забелин переходит на работу в Подмосковье на должность министра здравоохранения этого крупнейшего российского региона. Безусловно, это кадровое повышение. И, в общем-то, Максим Васильевич, по сути, реализовывает свои давние планы, потому что о том, что Забелин пришел в Башкирию в качестве некого стажера, в том смысле, чтобы поднабраться опыта руководства регионом и потом стартовать повыше, разговоры об этом шли давным-давно. Но тут так уж случилась судьба у Максима Васильевича. Тут ковид, потом, значит, баймакская катастрофа, потом всякие многие другие события. И все это как-то удерживало Забелина сначала на должности министра здравоохранения республики, потом уже в ранге главы администрации Хабирова в республике. Но, как говорится, все рано или поздно заканчивается, и Забелин все-таки уходит в Подмосковье. Отмечаю, что Максим Забелин единственный из высшего эшелона власти в республике, из тех, кто покинул свои должности, он покинул эту должность не в наручниках, не через какое-нибудь там позорное увольнение, а вот ушел на повышение. Это первый и пока единственный случай в истории Хабировской Башкирии. На смену Забелину, по словам Хабирова, приходит Азад Барданов. Это тоже было предсказано мной и многими другими на прошлой неделе. Эта информация просочилась вовне, по крайней мере, из Белого дома в Башкирии. Отмечаю, что пока Барданов будет исполняющим обязанности главы администрации, руководителя региона, и впереди у него утверждение в администрации президента Путина. Но что-то мне подсказывает, что Хабиров на минувшей неделе в четверг все-таки договорился с Сергеем Владимировичем Кириенко о том, что кандидатура Барданова будет согласована. И с большой вероятностью можно утверждать, что Азад Шамильевич становится новым главой администрации Республики Башкортостан. Ну, давайте про Забелина мы уже поговорили. И, как говорится, большому кораблю большое плавание. Я могу только добавить, что, судя по всему, конечно, у Максима Васильевича большие перспективы. И я не удивлюсь, если через некоторое время мы увидим его уже в ранге, например, заместителя министра здравоохранения всей нашей бескрайней России. А может быть, даже есть что-то большее. Окей, как говорится, пожелаем ему удачи и вернемся к Азаду Барданову. Азад Шамильевич получает эту должность, конечно, в довольно тяжелый период для Хабирова. И, учитывая то, что у Барданова нет реального опыта управления внутренней политикой регионом, у него нет цельной, нормальной, собранной команды, есть только осколки вот этих вот кадровых безумных решений, которые, собственно, и составляют собой администрацию главы региона, это, конечно, очень усложняет задачу. И вероятность крупных, больших ошибок на этом посту у Барданова, конечно, очень велика. Ну, как говорится, посмотрим. Потому что есть примеры того, что люди приходят на эту должность совершенно из иных отраслей и сфер и вполне себе справляются с задачей. Есть примеры того, как люди, в общем-то, очень сильно даже готовые, как казалось бы, к этой должности не справляются. И эти примеры есть в истории буквально недавних лет. То есть мы можем вспомнить там и положительный пример господина Балабанова в должности главы администрации и совершенно, например, неудачные примеры исполнения этих обязанностей тем же самым Анваром Махмутовым. Ну, ладно, не будем уходить в дебри, посмотрим, что получится у Барданова. Я, конечно, не стану желать ему удачи по известным причинам, но, тем не менее, мы будем наблюдать за этой ситуацией с предельным вниманием. И первые шаги на этом посту покажут нам, какую концепцию управления внутренней политикой региона избрал Азад Барданов, если таковая концепция у него вообще имеется. Ну и посмотрим, каким последствиям это все приведет. А вот то, что касается другой кадровой проблемы, о которой мы говорили в субботнем минувшем выпуске, я имею в виду о назначении, переназначении, либо неназначении Андрея Назарова на должность премьер-министра в республике, не было не сказано ни слова. Несмотря на то, что Андрей Геннадьевич присутствовал в президиуме и, в общем-то, активно принимал участие в мероприятии, ничего не прозвучало о том, как идет процесс утверждения и премьер-министра республики Башкортостан в Москве, и как идет процесс утверждения прочих министров. Более того, судя по тому, кто и как был представлен на этом совещании, внутри структуры правительства происходят некоторые перестановки. Мы не видим очень многих привычных лиц, но видим какие-то новые лица, зачастую абсолютно незнакомые. То есть, я констатирую, что уже третий месяц подряд в Башкирии продолжается правительственный кризис. Вот это так называемое временное правительство так и не утверждено, что, безусловно, очень пагубно сказывается на общей картине управления регионом. Что бы ни говорил Хабиров, как бы он ни делал вид, что все в порядке, на самом деле все не в порядке. Неутвержденные министры, особенно ключевых министерств, это всегда большой ущерб для дееспособности ведомств, в первую очередь. Потому что исполняющие обязанности, вот каковыми сейчас являются почти все министры правительства Хабирова, они достаточно серьезно ограничены в своих возможностях. В том числе, в возможностях осуществлять некие финансовые процессы взаимодействия регионального бюджета и федеральных бюджетов и так далее. По сути говоря, у них просто недостаточно прав в рангах исполняющих обязанности для серьезных и очень нужных для региона решений. Так что вопрос утверждения правительства, тем не менее, остается самым первым на повестке среди проблем Республики Башкортостан на данный момент. И исходя из того, что я увидел на этой оперативке, я пока не вижу, чтобы процесс утверждения персонального состава правительства хоть сколько-нибудь сдвинулся с мертвой точки. До тех пор, пока обязанности помогать материально нашему каналу не прописаны в Конституцию Республики Башкортостан, мы отдельно благодарим всех тех, кто добровольно жертвует материальные средства на поддержку нашего канала. А помогать нашему каналу очень просто. Вот сейчас вы видите на экране нашу Сберкарту. Ее же вы можете найти в описании ко всем видео нашего канала. А еще вы можете подписаться на регулярную помощь нашему каналу на платформе Бусти, где заодно вы еще и будете смотреть все наши выпуски раньше, чем все остальные. А также получите в виде бонуса дополнительные выпуски, которые видят только подписчики Бусти. Далее, как обычно, заслушали текущие доклады о ситуации в Республике. Отмечу в связи с этим, что уже третью неделю подряд в эфире оперативных совещаний отсутствует министр здравоохранения, вернее, исполняющий обязанности министра здравоохранения Айрат Рахматуллин. Все эти три недели подряд последних оперативок доклады делает Роберт Иштуков, его заместитель. Ну, учитывая личную неприязнь, которую испытывает Хабиров к Айрату Рахматуллину, и то, насколько кандидатура Рахматуллина была, на мой взгляд, насильственно представлена Хабирову, когда Рахматуллин занял позицию министра здравоохранения, учитывая все это, шансы Рахматуллина не войти в новый состав правительства Республики Башкортостан достаточно велики. Ну, и вот эти три недели подряд с Робертом Иштуковым в качестве докладчика в определенной степени это предположение подтверждают. В этот раз доклад Ирины Александровны Головановой был максимально кратким и абсолютно бессодержательным. Она сообщила о двух крупных авариях, которые случились в Уфе в сфере ЖКХ. Она сообщила, что также случилось 36 технических инцидентов. Это та же самая авария, только которую Голованова не признает аварией. Ну, и плановых отключений на этот раз у нее было немного, всего пять. Таким образом, примерно 300 многоквартирных домов на минувшей неделе лишались каких-то коммунальных услуг. Напомню, что недели ранее эта цифра была около 500. В любом случае, и та, и другая цифры очень большие, но Хабиров никак не стал комментировать ситуацию в ЖКХ. Очевидно, что подобные доклады его вполне устраивают. То есть, чтобы вот такого не рассказывала Голованова, это его вполне устраивает. То есть, общая картинка радио Хабирову нравится. Исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного строительства Любовь Викторовна Минакова дежурным образом сообщила, что в Башкортостане в минувшую неделю случилось 36 аварий, 39 человек пострадали и шестеро погибли. В целом, статистика пострадавших, погибших на дорогах Башкирии остается отрицательной, в том смысле, что она превышает показатели прошлого года, а уж показатели количества пьяных водителей, задержанных ГИБДД на дорогах, вообще бьют все рекорды. Уже 14 424 человека в 2024 году задержаны за вождение автомобиля в нетрезвом виде. В общем, это, конечно, цифра колоссальная, она перекрывает прошлогодний показатель весьма существенно, что, конечно, говорит о нездоровой ситуации с вождением автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Собственно, к Минаковой у Хабирова вопросов тоже не было. Складывается впечатление, что на данный момент вопросы ЖКХ, дорожного строительства, смертности на дорогах и всякие прочие мелочи, Хабирова не очень интересует, и все, чего он хочет от Минаковой, например, это то, чтобы 12 декабря первый поезд Уфа-Москва под номером 49 РЖД был запущен из Уфы в торжественной обстановке. Ну, это вот все, что хочет Ради Хабиров от Министерства транспорта и дорожного строительства в связи с оперативным положением сейчас на дорогах. Ну, согласитесь, это весьма скромное пожелание, да? Можно было бы попросить, например, снизить смертность, травматизм, усилить контроль и прочее, прочее. Нет, Ради Хабирович просит только торжественно отправить вот этот первый поезд. Собственно, ни мы, ни Республика, ни сам Хабиров вместе с Минаковой никакого отношения к запуску этого поезда не имеют, но праздник из этого события стараются сделать. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки нашему видео, если оно вам понравилось, а если оно вызвало какие-то вопросы и предложения, то не стесняйтесь, пишите комментарии. Все комментарии я читаю лично, на многие из них отвечаю, а некоторые из этих комментариев бывают даже очень полезны для наших выпусков, иногда порождая даже целые отдельные темы. А далее последовал доклад о подготовке к проведению Нового года в городах и муниципалитетах Республики Башкортостан. Докладчиков было несколько, в том числе исполняющий обязанности министра культуры госпожа Шафикова, некий Альберт Еримов, вот это один из тех неведанных нам претендентов на кресло, например, министра образования, по крайней мере он был обозначен как исполняющий обязанности, и еще несколько чиновников. Все эти доклады кратко можно заглавить ни о чем. Исполняющие обязанности министров практически ничего не сказали, что они там собираются конкретно делать к празднованию Нового года в муниципалитетах и городах, но напирали на описание того, как они прекрасно организуют главную елку Республики, елку Радия Хабирова, которая пройдет в государственном концертном зале Башкортостан. Но складывалось такое ощущение, что и Шафикова, и вот этот самый Еримов основной упор в своей подготовке делают на то, чтобы главным Дедом Морозом региона стал лично дорогой Радий Фаритович. Ну, если доклад Шафиковой Хабиров еще выслушал с кислой мины на лице, то доклад вот этого неведомого Еримова Радий Фаритович прервал и взорвался таким сообщением о том, что, дорогой друг, если вы не готовы сделать доклад нормально, мы его перенесем. И вообще Новый год для Республики это не только главная елка с участием главы региона, но еще и там праздник, например, для 1480 школ в Республике Башкортостан, где нужно тоже проводить всякие праздничные мероприятия. Каждый участник республиканской новогодней елки... Мы же эффективно сюда и коротко должны докладывать. Вы представляете министерство, в котором полторы тысячи школ, 1480 школ. Вы уже пять минут рассказываете мне про эту школу. Ну, сказали и сказали. А не хотите рассказать, а как будет организовано празднование детей вот в этих 1480 школах? Если нет, то давайте переложим вас на следующий раз. Приходите, далее я скажу, коротко тогда, если позволите. Иеримов страшно перепугался, завершил свой доклад скомканно, перепутал детей с рублями, рубли с детьми и так далее. То есть, ну, в общем, конечно, не ожидал такого внезапного напора главы региона, но кое-как завершил свой доклад. Повторюсь, оба этих доклада были абсолютно ни о чем. Ну, подытожив подготовку к Новому году, Хабиров потребовал, дословно, включить голову и не дарить детям, например, больным диабетом наборы, содержащие там шоколадные конфеты и прочее. Первое, там, ну, не бывает года, чтобы мы где-то там, как говорится, неудачный поступок не совершили, ребенок болеет диабетом, а мы, значит, ему дарим конфеты полные там сладостей, да. Тут немножко голову включать надо, но это просто чуть ответственнее работать. Отдельно Хабиров остановился о необходимости заботы о так называемых особенных детях, коих в Башкортостане у нас свыше 20 тысяч. То есть, вот о них Хабиров повелел заботиться отдельно. Далее послушали еще и Голованову, которая, ну, более-менее уже что-то с цифрами рассказывала о подготовке к Новому году и сообщила нам, что в ее планах, значит, постройка 826 праздничных новогодних городков, установка 1865 елей, из которых 317 будут искусственными. Жаль, что Ирина Александровна не оговорила отдельно установку тех самых знаменитых пиксельных елок. То есть, они навсегда, пожалуй, войдут в историю празднования Нового года в Башкортостане, вот этот страшный скандал с пиксельными елками, и, собственно, полная безнаказанность тех, кто истратил огромное количество государственных денег на эти абсолютно ненужные побрякушки. Отмечу отдельно некую особенность празднования Нового года в Башкортостане в этом году, ну, со слов, по крайней мере, той же самой Головановой. Новогодние фигуры теперь во многих новогодних городках будут производиться не из льда и снега, как раньше, а из пенопласта. Это такое нововведение. Голованова утверждает, что изготовление вот этих новогодних фигур из пенопласта – это очень практично, экономично и очень надежно. Ну, посмотрим. Новогоднюю площадь здесь украсит фигуры, изготовленные из пенопласта местными мастерами. Успешная практика создания фигур из пенопласта продемонстрировала, независимо от погонных условий, при подготовке к праздничному оформлению высокую износостойкость и практичность. Как все искусственное, конечно, вызывает сомнения, однако давайте посмотрим, как это в реальности будет выглядеть. Кроме всего прочего, Голованова обещает, что городки, ели и иллюминации будут готовы уже к 23 декабря. Тут Хабиров забеспокоился, а не поздно ли это будет, 23 декабря, всего неделя до Нового года, хотелось бы пораньше. Но Голованова заспорила с Хабировым и стала убеждать, что это нормально и в самый раз. Хабиров, в свою очередь, потребовал, чтобы городки, елки и прочие украшения муниципалитетов и городов были готовы хотя бы к 20 декабря. То есть смог убедить Голованова выполнить свои задачи на три дня раньше. Ну, прямо скажем, не ахти, какое достижение. Ради Фаритович еще некоторое время ворчал в микрофон, что раньше-то все было значительно лучше и интереснее. И вообще к 15 декабря все успевали сделать. Но, в общем, это ни к чему не привело. Фиксируем дату 20 декабря. Все городки, елки и прочие иллюминации должны уже гореть, мигать и радовать жителей Башкортостана. Редактор субтитров А.Семкин